приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сейчас очень актуально встает вопрос зеленой травы скошенной травы кто-то газовную траву уже косят потому что дождики влага и в этом году очень много вот этой зеленой массы и очень хорошо что есть такая возможность и спрашивают меня сейчас все больше и больше как я использую мульчу как скошенную траву сразу скажу использовала несколько лет назад правда не засняла мои томаты после высадки кстати сразу же поспешила и засыпала вот зеленой мульчой у меня тогда были тоже и рожь и горош можно было использовать но я получила отрицательный результат почва еще сильно не прогрелась рассаде нужно сейчас тепло корням нужно тепло и растение стали желтеть но тогда я быстренько смерирую температуру почвы увидела что там всего-навсего плюс 15 я быстренько забрала всю вот этот мульчу зеленую да кстати и сухую нельзя пока почва не прогреется и это все убрала и тогда чуть-чуть ситуацию изменила но потеряла время потеряла урожайность поэтому если это теплица и если почва еще холодная только когда уже начинается жара вот тогда мы используем вот эти не зеленые а вот я рядышком тоже рожь у меня вот зеленая рожь и та же рожь я специально собираю сушим и измельчаем и тогда на следующий год используем и вот именно вот это буду использовать и кстати скоро уже буду собирать урожай вот этих прекрасных растений ржи зеленый она не только удобряет но и служит мульчой мы вместе с корнями все собираем сушим и тогда только когда почва прогревается используем никаких добавок ничего не делаем кроме обязательное условие так как открытый грунт и на растении возможны споры грибковых заболеваний это сейчас при таком количестве дождей очень актуально поэтому нужно обязательно эту же мульчу проливать хотя бы фитоспорином а еще лучше трихофит триходермин гаупсин но самое лучшее это триходерма это лучшие результаты и фитоспорин это у всех есть и так что еще можно использовать скосил зеленую газонную травку или собрал вот такую травку не только рожь но и скосил где-то в саду можно подсыпать под деревья если это крупная трава только без семян но не близко к самому растению сейчас все равно холодно я использовала мульчу в прошлом году под инжиром очень рано и тоже замедлила развитие растений и получала намного позже урожай поэтому очень внимательно к вопросу мульчирования очень внимательно к вопросу как какая мульча лучше ее подсушить подвялить дождаться температуры почвы а затем использовать ее по назначению когда уже будет в этом необходимость ну вот ответ на вопрос кстати никаких удобрений нельзя использовать под зеленую мульчу вы просто-напросто заберете все нужные компоненты для корней и вместо того чтобы корни работали они будут задыхаться от нехватки того же кислорода и в это время будут заниматься защитой от того что будет происходить в сочетании с зеленой скошенной травой потому что будут перегнивать но снова же каждый регион если это теплая почва если это теплые эстрады вы можете это использовать благодарю за внимание мы ответили на вопрос как мы относимся к свежескошенной зеленой траве и какую мульчу мы готовим нашим растениям